Дорогие друзья, я Таня Сижина Каролина и сегодня приветствую вас в этом шикарном штате солнечном, как вы видите. И это видео будет необыкновенное, так как вы уже слышите, собачки сзади меня гавкают, которые не привязаны, кричат другие люди. Но зато стоит здесь чудесный дуплекс. Посмотрите, это дом на двоих. Скорее всего, он просто был снесен, оставлен в фундамент и на нем подняли, как говорится, с досок и палок еще два этажа. Дорогие друзья, райончик недалеко от Эндерсон-Дон-Таун. Здесь есть разные соседи, очень интересные. И знаки здесь педлимитные интересные. Посмотрите, пожалуйста, вот на эту территорию. О, ничего себе, паутины. Я еще и сама таких не видела. Я бы подумала, что это какая-то сладкая вата, если бы я была ребенком. Так, давайте приступим к обзору прекрасного юнита. Конечно, если бы он стоял в лучшей локации, цена была намного выше. А так, мы спрашиваем 280 тысяч долларов за три спальни с одной стороны и два санузла. А если мы берем сразу две стороны, эта цена все равно остается 280 тысяч. Получается вместе 2 600 square feet и 6 спален и 4 туалета. Как вам такое предложение? Здесь, конечно, государство наводит порядки. Дон-Таун стал красивым. Но вот сейчас посмотрим, что предлагает нам эта чудесная застройка. Как вы видите, здесь треснутый бетон. Скорее всего, оставили это от прошлого здания. Написано, что новый, конечно, он написано, что он новенький. Ну, конечно, внутри все новенькие. Даже поставили чудесную вот такую деревянную, деревянные ступеньки. Дорогие друзья, вам подарили жалюзи. Вот, я помню, когда я приехала в Америку, у меня точно такие были жалюзи. Конечно, не такие новые, как здесь и чистенькие. Но именно такого стиля. Друзья, как вам? Как вам? Сам юнит неплохой. Посмотрите, это половина дуплекса. Заходишь внутрь, здесь встречает тебя шикарная living area. Как вы видели, подъем на второй этаж. Приятный, кстати, цвет. И здесь у нас есть плинтуса, два окна, ветрячок, двери на улицу. Там можно выйти. И, конечно же, здесь у нас будет кухня. Там какой-то класс. Сейчас я все расскажу и покажу. Вот двери на улицу. Сделан такой классный дек, выбежал и ушел. Вот такие юниты здесь поставили интересные. Работают сейчас испанцы, что-то здесь доделывают. Вот, вы знаете, можно жить в одном юните, а в другой сдавать. Или можно даже сдавать два. Конечно, здесь место у нас для холодильника, которого еще нет. Здесь у нас будет электрическая плита. Да, ребята, это не гранит. Это дерево терсоплита. Просто сделано вот в такой расцветке. И мне, кстати, я не скажу, что плохо, круто. Просто раковина чуть-чуть не глубокая, знаете, такая. Она вроде широкая, но сама не глубокая. Я не понимаю, в чем была затея такого интересного дизайна. Окно, которое бы было хорошо, если было бы открыто жалюзи. Кабинеты новые, белые, светлые, кстати, даже с ручками. Там у нас будет стоять посудомойка. Друзья, я считаю, что совсем неплохо. Так, свет есть. Вот, смотрите, какие здесь интересные юниты. Вот так тебе будет открываться, закрываться, как веер просто. 70 температура. Мне, кстати, холодно. Вот я уже мечтаю выйти на улицу. Не знаю, насколько это... Samsung, кстати, Samsung берет энергию. И как ей будет белой, я с таким еще не встречалась. Но все новые. Окна новые, стены новые, полы хорошие. Смотрите, это клазет. И здесь, как вы знаете, мое любимое место, конечно же. В комнате поставили электрику. Так, ага, а вот это я вроде учусь открывать. Открыла, ура! Есть вешалка, полочка. Хорошо. Так, не могу понять, что же это за комната. Скорее всего, какая-то спальня. Но не самое главное. Хотя, это она. Потому что я сейчас увидела целую ванную комнату. Капец, круто! Дорогие друзья, сколько я говорила о скверфе? 2 600. 3 спальни с одной стороны. И 2 санузла с одной стороны. И так же все с другой. Почему бы не попробовать пожить в таком рискованном райончике? За маленький пеймент, или, как говорится, чтобы следующие соседи выплачивали тебе. Как вам цена? 280 тысяч долларов. Это 100 долларов за скверфит. Пока я хожу, пол все нормально. Увидели, да? Ванна, раковина и унитаз. Пошли дальше. Первую комнату мы увидели. А я говорила, что здесь их 3. Так что, давайте поднимемся на второй этаж. И посмотрим, что же у нас на втором этаже, дорогие друзья. Райончик вообще у нас тут веселый. Я вам покажу. Дождитесь. Досмотрите это видео до конца. Хотя, вот это дерево дорогое. Что здесь пахнет краской? Ну, расположение на втором этаже крутое. Потому что, во-первых, вышедши оттуда, я забыла включить свет. Да, обычно я включаю, обычно я подготавляю. Вот так. Смотрите, второй этаж. Второй этаж. Я на втором этаже. Если хотите на третий, уже тяните эту веревочку. И я надеюсь, там есть лестница. Хотя иногда лестницу нужно самому приобретать и покупать. На лево. Большая комната. Опять же, вот ваши штучки. Веер. Мечтали? Электрический веер. Вот вам не нужно ручками махать. Так, что у нас с крышей? А крыша у нас, кстати, здесь железная. А соседи я вам хотела показать, чтобы они меня, конечно, не будем говорить, что сделали. Хотела сказать, пристрелили. Но этот домик голубой мне нравится. Вообще симпатичный. Вот эти дома симпатичные. Раньше были возле Дон Тауна. Вы знаете, как круто. Вышел, сходил на кофе. Приехал. Выспался, посмотрел новости. И вот так. Хорошо. У нас здесь есть клазер. Комната, спальня большая. Здесь, как вы поняли, можно положить 6-7 солдатов на одноярусной постели. Или как там правильно говорят. Потому что комната очень длинная. Скорее всего, у нас будет санузел. А здесь почему-то тепло. Ага, дорогие друзья. Проблемка в том, что в санузле всегда будет тепло. Потому что здесь нету вот этого, как я говорила, ручного веера. Здесь какие-то взлетели мушки. А ванна также неглубокая, вроде новая. А вот это, вот это что? Это самая-самая простая белая штука, как в купе. В паровозе, скорее всего, да. Розетку сделали. Окей. Ну, смотрите, сейчас я двери в этот санузел уже открыла. Сколько я здесь нахожусь? 30 секунд. Уже холод начал поступать с других комнат. А вот когда он был закрытый, то, да, не очень интересно. Хотя, если вы любите жару, это классная комната, где можно париться. Потому что все-таки AC как-то они установили поинтереснее, чем в нормальных домах. Окей. Здесь стирка-сушка, я не буду открывать. И вот ваша любимая инсуляция. Стекловата. Ладно, долго здесь петь не будем. Пошли дальше. Мне нужно еще много домиков снимать, показывать для моих клиентов по видеотур. Вот так. Вот здесь прохладно. Хочу бежать обратно в санузел. Вот эта машина здесь. А почему было не установить нормальный AC? Или это может быть нормально? Я не разбираюсь. Что у нас сзади? Сзади уже, надеюсь, я полю в лоб не получу. Ну, домики, конечно, были когда-то для Америки интересные. Вот интересные мне были они. Я имею в виду, мне нравилась бы такая жесть. Здесь траву у нас засеяли, не будут селить. Но участок неплохой. И комнаты очень большие. Так что, дорогие друзья, если вы ищете дуплекс за 280 тысяч, две стороны. Напоминаю, две стороны. Я буду рада вам рассказать и показать. Надеюсь, что эти ступеньки, они еще отшифуют и покрасят. А то такое чувство, как будто они уже здесь остались с первого здания, которое здесь стояло на этом фундаменте. Второй юнит не показываю, потому что он такой же самый. Как вам, дорогие друзья, соседи? Моя машина стоит. Так, здесь собачки бегают. Вы знаете, такие бульдоги. Так что, все хорошо. А, кстати, вот видите, и второй юнит еще там есть. Классненький. Заходить я не буду. Есть между каждым, видите, дорога, где можно поставить себе машины, запарковать. Вот такие чудеса за 280 тысяч долларов. Я думаю, что он будет стоять долго и не развалится. Покупаем. Если у кого-то есть возможность купить вот это, жить в одном юните, пожить, как говорится, и собирать на что-то лучше, это круто. Здесь, я так понимаю, будет еще какая-то ножка. Потому что так держаться опасно. Спасибо большое, что вы были со мной на канале «Недвижимость Южной Каролины». Я Таня Брокер по недвижимости. Всегда рада вам помочь, показать, подсказать, посоветовать. А сейчас, конечно, я своим клиентам скажу, как говорится, на ушко, что я думаю про этот юнит. Потому что это видео я делала для вас, дорогие зрители. А для клиентов мы скажем то, что на самом деле думаем. Так что, если вы хотите узнать подробнее информацию, я также вам ее готова предоставить. Адрес, участки, районы. И говорят, что плохо живут люди. Нет, хорошо, вообще никто не работает, отдыхает. Прикольно, прикольно. Вот такая система. Которая охлаждает весь дом, кроме санузлов. Дорогие друзья, сейчас пока и до следующего видео. Надеюсь, вам понравился обзор этого интересного домика и райончика. Спасибо, что были со мной. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok